Спасибо, что подвезла, любовь моя. Да как два пальца, увидимся в пять. Не голос, песня. Оу, вон моя рабочая жена. О, та самая рабочая жена. Да, я познакомлю вас. Брит. Эй, зая, привет, я так соскучила. Я давно хотел познакомить тебя с моей Элли. О, боже мой, Элли, привет, я так рада с тобой познакомиться, так много о тебе слышала. Да, он только о тебе и говорит. К слову говоря, а где мои утренние чмоки? Нет. Что это было? Где? Ты засосал её. Ну да. Она тогда ещё вопросик, а ты не подохренел ли? Так это же моя рабочая жена. Ну так и что с того? Извини, а что не так? Я твоя жена. Эти дни, да, Элли? Да, но сейчас не об этом. Ты поцеловала моего мужа. Но ведь это и мой муж тоже, мой рабочий муж. Это так не работает. Ну, наш сертификат о браке с тобой не согласится. Вы шо, женаты? Да, я рассказывал тебе. Да хрен там, это вообще законно. Ты не рассказал про корпоративную церемонию венчания? Да, я рассказывал ей. Да я рассказывал тебе. Ты охренел, долбач? Я же говорил тебе, что у меня появилась рабочая жена. Рассказывал про свадьбу. Что? Я думал, а ты угораешь. Мы ж только вернулись с медового месяца. Да что ты, черт возьми, такое несешь? Да вот не заливай. Я с твоей карточки заказывал билеты на Фиджи, на медовый месяц, который мы ездили. Да я думал, что это подарок на нашу годовщину. Я думал, вы ездили в командировку. У нас что, тоже бывают годовщины? Это просто трындец. Все знают, что термин «рабочая жена» — это просто друг с сиськами на работе. Я не знаю, что такое козлайтинг, но, возможно, сейчас он. Я был как открытая книга с первой минуты нашего брака. А ты сейчас в чем-то меня обвиняешь? Открытые книги не тракают баб на стороне. Да я же даже рассказал тебе про ипотеку, которую мы взяли вместе. Ипотека? Ладно, а вот сиськи, которые мы мне сделали, искать тяжело. Стоп, то есть ты сделал ей две сиськи, в то время как я с одной хожу? Чего еще, я не знаю. Папа, добала! Эй, малой! Эй, сынишка наш! Шо ты? У вас сын? Да, но это наш рабочий сын. Третий. Растет быстрее, чем огурцы на грядке, да, малыш? Большой, как ты любишь. Слушай, давай поговорим об этом потом, дни через семь. Ты сейчас не в адеквате, я понимаю, потом. Я рад, что вы наконец-то познакомились с этим. А ты сиськи не такой уж и кайф, поверь мне. Да пошла ты на... Ну что ж, хорошо, что пролог мы завершили, это была скучная поебень. Пришло время для квестов. Так а шо? Какой класс герой ты выбрал? Я ассасин, ну потому что это имба. О, да, это звучит круто. Я все никак не мог определиться, ведь дальше по игре поменять нельзя, я просто с ума сходил. Ну ты ж нытик, ну так, и че ты выбрал? И я выбрал травника. Травника? Да. Типа садовник с лопаткой? Ну да. Тебя шо в детстве цветы покусали? Ну для них вроде как крутые квесты добавили, так шо я подумал. Ну то есть, конечно, если собрать 10 ромашек в Ольховой рощи, это для тебя веселье, тогда конечно. А если нет, тебя наебали. Что опять? Ну ты, конечно, можешь заново переграть пролог. Так как-то не хочется. Ну, как только тебе надоест копаться в грязи, сосаться с цветочками, я буду здесь выполнять свои крутые миссии. Ухожу в тень. Ну что, тогда после прокачки здесь встретимся? Не сует цветы, что не положено, чувак. Посмотрим. А че? Хуёк. На. Квырок наебок-пок-пок. 10 часов геймплея спустя. Йоу, Адам. Зацени, какой ассасинский шмот ты разлочил, только не ной от зависти. Вау, крутой шмот, чел, мне нравится. Погодь, погодь, ты шо в зелёнку разлил? А, ты об этом что ли? Не похоже на робу-садовника. О, нет, да, это начальные доспехи моего травника, неплохо. У травника есть доспехи? Прикинь, я познакомился с альфийским отширником в лесу, и помимо огромного члена в реальности, он сделал мне эти зелёные доспехи. Оу, ого. Да. Плюс, я помог духу леса, и взамен он подарил мне этот анусоразрывательный посох. Правда, пахнет странно. Видать, использовали уже. О, ещё кое-что. Посмотри-ка наверх. Это моё животное компаньон, это ястреба, я назвал его только Нияши. Привет, только Нияши. Эй. Что, у тебя есть животное компаньон? А что насчёт тебя? У тебя же тоже крутые перки, так ведь? Оу, ну... Тихо, конечно, чел, конечно, у меня имбовые штучки. Ну так что у тебя? Ну, у меня, типа, ну, у меня, типа, ну, например, вот этот имбовый жмот. Вау, круто, он типа чёрный, не серый чёрный, чёрный, серый, типа такой серо-чёрный такой. Да. Больше серый, круто. Так а что ещё? Оу, есть, есть вот такая способность, смотри. Как это способность? Да нет, это 5% буст к моему стелсу, когда я в приседе. А, ну точно, тебе тяжелее заметить стало, да? 10% при полной луне. Круто, чувак, точно круче, чем какать. Ну, ты понял? Да вообще, ты практически невидимка становишься, типа, присел и... Круто, да? Да, даже пугает немножко, вот и здесь, и вот и нет. О, кстати, а что там у тебя с квестами? У тебя крутейшие квесты, наверное. О, да, естественно. Мои квесты эпик. Типа ты подкрадываешься, наверное, перелезаешь глотки, уходишь в тень, оттуда стреляешь отравленными дрочками, типа, да? Ну да, отравленными. Вообще, с отравами очень много квестов у меня, типа. О, я понял тебя. Типа ты подсыпаешь отравы в напитки, отравляешь дротики и такой... Да, ну не, типа я больше собираю ингредиенты там для ядов. Это важно. Но я, типа, беру грибочки, там чикаю ромашки всякие. Правда? Лягушкам ядовитым дрочу бывает. Логично. Да, круто. Да. О, бро, лес взывает ко мне. Я, мне нужно идти выполнять один из моих квестов. О, так, куда ты идешь? О, это просто квест, я помогаю лесным духам Темнолесенска победить техногены гномов ольховой рощи. Деревья против роботов. Круто звучит, погнали. Ой, извини, это только для травников. Там типа область, она только для травников. Ты не сможешь пройти. А, ну, я... Я буду ехать туда на священном духе лоси. Да, да хоть лосося. У меня, мне, мне нужно еще собирать идти, так что... Мои квесты там, цветочки меня там ждут, лягушки там, ну... Ну, ну, то есть, удачи тебе, бро. Все, намази. Круто, чел. Не скучай. Давай. Давай. Собрано семь цветочков. Ой, ёчкал, блядь. Добро пожаловать в ваш первый день в Горгаджете! Полные штаны радости! Теперь точно, брит. Итак, сначала о главном. Нам нужно поговорить об оплате. Так, здесь, в Горгаджете, мы хотим, чтобы оплата соответствовала вашей работе. Поэтому мы работаем старательно. Конечно, это не миллионы, но и не минимальный уровень оплаты. Вы все начинаете с нашей стандартной ставки 25 долларов в час. Ага, 25! Починских! Не гонишь? Нет. Я понимаю, что сначала ты мол... Ого! Да! Ого! Так, а что там у меня? Да, у тебя такая же ставка, Элли. Я просматривала расчетные листы из прошлой работы, и там, очевидно, какая-то ошибка. Якобы сотни долларов в час ты получала. Но это же очевидная ошибка. То есть... То есть, теперь у тебя такая же начальная ставка, как у всех остальных. Роун, перебрём об этом. Да, мы обед за сзади сделаем. Извините, но это не Роун решает. Ага, то есть вы... Извини, но эта часть не обговаривается. Супер! Рада, что с вопросом оплаты мы разобрались. Эээ, Брит, в туалете странный запах, после того, как там бомж насрался. Можно было клинеров вызвать, ну ладно. Адам, сможешь закончить выкладку, о которой мы говорили ранее? Да, конечно, я... Это залёт. Извини, 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 мне так жаль. За что ты извиняешься? Я же... Я уронил ручку. Не волнуйся, Ри, не волнуйся, я сейчас всё улажу. Адам! Ты нищеброский, ноющий, очкастый кусок говна! Ой, это я... Я с ним... Ты не знал, ты что делаешь? Он уронил мистера ручку, его надо покарать! Что, Адам? Ты... Ничего страшного. Как ты... Что? Что? Вот. Шито. Что? Пожалуйста. Итак. Алан, Элли, вы сегодня работаете за кассой, а Брит вам всё покажет и объяснит. Хорошо? Да, супер. Отлично! Команда, на сегодня это всё от меня. Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь, подходите ко мне. Хорошо? Всем хорошего дня. Засада, вот это коза. Скажите. Мои бабки. Всё. Какая жопница! Ну, не знаю, братан, мне она понравилась. Да, она же просто душка. Я просто не верю своим ушам. Мои краснорубашечные, мои братаны, стелятся перед чёрнорубашечным менеджером. Вы что, не видите, что она делает? Она хорошенькая типа, чтобы привлечь вас на свою сторону. Классическая схема чёрных рубашек. Если бы я однажды стал менеджером, всё бы здесь было по-другому. Острый козырьки, или кого ты нахрен пародируешь? Только подумай, бро. Один из нас, краснорубашечников, прорвётся наверх. Я бы идеально подошёл на эту роль. Ведь я прохавал жизнь снизу. Восстанем! И заберём то, что наше по праву. С нас хватит этого контроля белых воротничков. Мы создадим свою систему. Для народа. Из народа. Кто со мной? Я, пожалуй, пошёл работать. Да, я бы ливну тебя тречу, а потом тоже работать. Предатели! Всем привет, народ. Нам нужно переговорить. Ри. Брит. Итак, все в сборе, и у меня есть новости. Я решил постепенно отходить назад от ежедневного управления магазином. Нет! Но это создаёт небольшую дыру здесь, в Горд Гаджете. Поэтому мы решили создать новую должность. Главный менеджер. В общем, я собрал совет директоров, мы пообщались об этом, и... И наше решение было единодушным. Поздравляю тебя, Ри. Что? Ты новый главный менеджер. Штопанный насос. Ты предал меня, батька! Поздравляю тебя, подруга. Спасибо, такое большое. Видите? А нам с вами. Хрен без масла. Они пропихивают своих. А нас оставляют сосать кочерыжку. Восстанем! Кто со мной? Не спеши, так, Роун. Теперь свободна ещё одна должность. Теперь нам нужен менеджер в магазин, чтобы заменить рейд. Так и быть, ладно, я займу место менеджера в магазине. Вы слышите этот звук? Это красно-рубашечные пуканы сжались. Теперь я снова буду менеджером. А это значит, развлекаловка закончилась. Никто больше не уронит мистера Ручкина. О-хо-хо, нет. Упс. Ну куда ты поберёшь, батька опять? Мы не решили, кто именно будет менеджером. Шито. О, это будет внутренний сотрудник, конечно. Но мы ещё будем смотреть на результаты работы. У каждого из вас есть шанс стать менеджером. И немного позже мы решим. Ну что ж, хорошо. Ух, что за веселье впереди. Ты предал меня, батька! Ты в порядке? Угу. Чтоб я облысел, ты до сих пор бесишься? Угу. Ой, да камон, хватит уже смириться, Роун. Ты украл легендарный драконий лук. Да, так же, как ты украл цветок. Да нельзя сравнить долбанную ромашку и легендарное оружие, Бен. Да ё-моё, Роун, всем пофиг. Смотри, у тебя же уже есть легендарное оружие. А это лук, для которого у тебя даже специализации нет. Но ведь у нас был джентльменский договор. Ты шишкой вытирался, какой джентльмен? Бро, я так хочу втащить в кудрик тебя. О, да ты что? Да. ПВП-зона, вот если что. Ты серьёзно? А ты серьёзно? Да без Б, на кулаках. Хорошо, без оружия. Да. Ладно, погнали. Посмотрим. Разб*** у тебя. Ага. Это пиздец, если честно. Ржанка сейчас будет. Ну шо, давай. Как ты хочешь. Воу! Бляха. Удар, сучки. Да. Ааа. Бля, б***ь. Да. Оу. Оу. Да. Да. Оу. Не путай. Оу. Оу. Нахер. Эй, стопэ. Воу, 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 ты сам сказал без оружия. Просто дай мне чёртов лук, и это закончится. Нет. Если ты не отдашь мне лук, ты вынудишь меня собрать его силой. Если ты попробуешь украсть его у меня, тогда всё кончено. Если ты не отдашь его мне, тогда всё кончено. Нашей дружбе конец. Ты серьёзно? Да. То есть ты готов насрать на нашу дружбу? Из-за игрового оружия? А ты? Мы были неплохой командой. Были ли? Ну ладно. Да. Ты ухуел. Это не я. Это честно не я. Вот говно. Так. Оу. 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 Вот говно. Быстрее, Хилл. Оу. А чё? А чё? И я. Ровен, кастует. Его. Оу. Ровен, прикрой пока я хилюсь. Я иду. Ай. Ё. Каменный стаёк. Так, щас. Говно, говно. А чё? Осторожно. Оу. Говно, говно, говно. Сила луны, активируй тебя. Ё. Моё. Да. Нормас. Отличный выстрел, Вау. Спасибо, что отвлёк на себя больший урон. Забей, шопа заживёт. Извини меня, что я забрал лук, бро. Ой, да. Ладно, забей, братан. А ты извини меня за цветок. Ой, да забей, проехали уже. Хуй на этот цветок. Мир. Да, братан, мир. Вот и славненько. Я облутаю. Я тогда сейчас облутаю его. Стоп, подожди, не понял. Что? Что опять? Почему ты? Это я ведь вальнул его. Зачем тебе снаряга танка? Да это здесь и причём. У него может быть и то, что и мне нужно. Потому что я танк. Ну может у него не только снаряг, а ещё солото. Окей, я понял, хорошо. Тогда давай лук. Нет, давай лук. Это мой лук. Святые небеса. Это уже мой лук. Ты не получишь его. Кочарявое говно. Я солнце, а не говно. Нет, ты говно. Ты говно. Что, нечего сказать? Эй, зая, ты не видел открывашку для банок? Да, она в ящике стола. Её нет в ящике стола. Нет, она там. Я всегда убираю её на место. Я на куньку спорю, её нет в столе. Вот же она. Ой. Ведьма. Итак. Эй, зая. Что? А где вечный жир? Да, он в холодильнике. Его нет в холодильнике. Нет, он там. Нет, я прям сейчас смотрю в холодильник. Его нет тут. Ну, приезда у тебя нет, а жир там. Не там. Эй, да он там. Я, я на куньку ставлю, его нет здесь. Ты хочешь, чтобы я подошла и нашла? Нет, нет. Овечий жир. Как... Ведьма. Что ты потерял? Нет. Нет. Колись давай. Я помогу. Ладно, но... Я поставил ноут на стол, а он просто пропал. Ха. Скажи, она мальчина какая-то. Бешеная. Бешеная она мальчина. А ты хорошо искал ноут? Да, всё перерыл. Даже в твоём ящичке. А ты смотрел на этом столе? Да. Конечно. А вот скажи, ты хоть что-то видишь на этом столе? Ну, то есть да. Я, я... Вон чашка стоит. А может ты видишь что-то ещё вокруг чашки? Нет, там пусто. Ясно. Просто идейка. А что если ты возьмёшь, поднимешь чашку и переставишь её? Зачем? Ну, не знаю. Просто... Просто попробуй. Мах! Ну, вот моя мама говорит, что ты сручая везде быдло. А если ты приберёшься, это может помочь. Ну, раз твоя мама сказала, тогда я попробую. Давай. Вот же он. Пойду подмойся. Ведьма. Новое обновление. Добавлена Грета, чесночная магнатка. Здравствуй, любовная! А, извини, а кто ты? А, откуда ты взялась? Ой, твоё чувство юмора и огромный прибор. Вот почему я за тебя вышла. Что ты вышла за меня? Мы что, женаты? Пожалуй, нет. Как ты тогда сказал? Грета, этим кольцом я связываю наши судьбы навечно. Отныне не будет ни единого дня, чтобы я не заботился о тебе и о нашей чесночной семье. Ты помнишь день, когда мы познакомились? Ты сказал, что я почти так же красива, как свежесобранный чеснок. Ну, то есть, ты не выдумывай, так-то я вряд ли сказал. Ну, хотя бы третье место после чеснока и овец, да? Да, да, наверное, третье. Жена? У меня есть жена! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У нее нос чесноком, Грех! Я люблю тебя, Грета. И я тебя люблю. Грек, 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 Грек. Грек, 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 Грек. Патч для обновления. Удалена Грета Чесночная Магнатка. Грета? Грета? Грета! Грета, нет! Нет! Грета! Григорий, шо ты орешь? Они забрали ее! Они забрали ее у меня! Анальную пробку, да? Мою жену! Они забрали мою жену! Да откуда у тебя жена? Жена, Бадуняр, обновление, имба, добавили мою жену, была только что здесь горячая! Нет, Грек, ты принял овцу за жену. Никто не женится на тебе, ты страшный как говно. Отдай я, Марис, Грек, ну ты смешной, страшный как говно, она смешной. Жена. Никто не полюбит тебя. Никто не полюбит тебя. Вход недоступен. Интересно, какого хрена? Эй, ребята, а вы не хотите, чтобы мы вместе... Во имя света! Во говно. Утешественника, какой неожиданный сюрприз! После прошлой нашей встречи я искал тебя. Искал, 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 искал. А найти него представляешь? Чё? О, в подземелье на встречу приключениям? Удачи вам! Я, может, могу... Лучи, добра! Ты что-то потеряла? После встречи с тобой только желание жить. Что говоришь? Я ищу членов. Ой, я люблю членов! А какой ты ищешь? Может, толстый? Может, длинный? Может, изогнутый в какую-нибудь сторону? Для особых впечатлений? Что? Что? Нет членов отряда. Мне нужен участник отряда, чтобы зайти в подземелье. Ой, ой! Пожалуйста, возьми меня! Возьми меня! Послушай, я не только опрятный, но и ловкий! Смотри! А, чак, я, ня! Тью, пью! Да, я аж намокла. Пожалуйста, по-жулиськи. Ты сделаешь меня самой счастливой кучеряшкой в Высориме. Ну? Ладно, Редька с тобой. А, пупенчик! Послушай, только договоримся? Если ты имел в виду свой кривой стручок, сразу оставьте мысли здесь, потому что я иду выполнять квест. Не вываливай стручок, замётано. Моё обещание покинуло уста. Хорошо. Но сначала... Солнечная кучеряшка предлагает вам дружбу. Да, я лучше подошву оближу. Ага, говне. Понял, принял, да. Отправляемся! И, конечно же, я им отказал. И пусть я самый храбрый, самый сильный. И у меня самый прокачанный кувырок на эпох. Солнечная кучеряшка не станет принцессой Амазонок. Но им плевать было, что я скажу, и вот, я принцесса Амазонок. Три пластика, на самом деле, очень мужской танец. Конечно, если мужик тёлка. А ты тёлка, так что всё сложилось. Солнце уже заходит. Ты бы, может, тоже поискал этот квестовый предмет? Квестовый предмет? Да, есть у меня и про такой предмет история. Познакомился я с одной эльфикой, значит. И стягивая с неё, значит, трико. Смотрю, а там предмет. А если сильная влажность, ничего не помогает. Расправляются и всё, что бы я ни делал. А ведь я солнечная кучеряшка. Не говно, как всё. Хватит уже. Последние три часа, если ты не накручиваешь кудри палочкой, то ты без конца говоришь. Что ты тут изображаешь? Изображаю? Я не понимаю, о чём ты говоришь. Я говорю о кудрях твоих дебильных, о пижамере клоунской. Голос этот, ты извини, но мне никого не хотелось так переебать. Что ты скрываешь? И не вздумай сейчас трущок свой вывалить. Я просто позитивный, малый. Рассказывай, что это за клоунад, или я ухожу. Ок, нет, 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 хорошо, хорошо, хорошо. Ну, эммм, конечно же, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, но... Возможно, я мог бы рассказать тебе одну историю. Про одного моего знакомого. Моего знакомого зовут... Его зовут Бен. И он на самом деле жалкий такой тип, депрессивный. Боится всего вокруг. И поэтому он просто убегает от всех и прячется в играх. Да. Не покидает свою берлогу. И у него никого нет, у него нет друзей. Он не умеет, никогда не умел заводить друзей. Не то, что я! Солнечная кучеряшка дружит со всеми. А ещё и сильный, гибкий. И вот так могу. А Бен, в свою очередь, он... Он совсем мне не нравится, если уж по правде. Он так старается всем понравиться. Это прям паранойя какая-то. И тем не менее, он никогда... Он никого не подпускает к себе. Понимаешь? А я пытаюсь ему помочь. Я подталкиваю его, чтобы он стал лучше. А он говорит, что не может. Он в заточении. Один. Напуганный. И он... И иногда очень мрачные мысли лезут ему в голову. И он даже собирался... Ну я отговорил, вот. К счастью, я солнечная кучеряшка. Ничто не омрячит свет, который я излучаю. Ну что ж, пожалуй, я... Я уже утомил тебя. Историями о моем странном грузском друге. Вряд ли у тебя похожая ситуация. Нет. У меня норм, все. Так или иначе... Я уверен, что Бен не такой уж и плохой. Ну то есть... Ну раз у него есть такой друг, как ты, тогда он уж точно не такой плохой. Что ж... Я передам ему твои добрые слова. Девочка с секретом предлагает вам дружбу. Только с ума не сходи, хорошо? Утешественника! Мы теперь друзья на века! Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошла! Даже в туалет буду за тобой ходить! Приходи ко мне в Костик, кучеряшки тебе накрутим! Пока! Лучи добра! Подружка! Эй, Роун! Шо ты? А ты женат? Что? Хрен! Ну, просто... У тебя обречальное кольцо. Нет у меня такого. Вон, на пальце. А, это? Не. Это кольцо дружбы. Стоп, но... Ты понимаешь, что если ты будешь носить кольцо на этом пальце, люди будут думать, что ты женат? О, да нет. Просто моя подруга настояла, чтобы я носил на этом пальце почему-то. Подруга? Да, она подарила мне это кольцо. А что за подруга? Карина. Кто? Хату вместе снимаем. О, то есть вы живёте вместе? Да, мы познакомились в кружке и кройке воротников. Эээ, шавуху вместе на вокзале покупали. А потом мой прежний сосед съехал, а она заехала. А как долго вы, ребят, ну типа, живёте вместе? О, братан, ну типа, несколько лет уже. Нет! Если честно, она странноватая. Странноватая? Как? Немного прилипчивая. Куда прилипает? Нет, вот смотри, вот кольцо. Так. Она настояла, чтобы мы пошли вместе на пляж. Там она дала мне кольцо, и потом она попросила меня быть её другом навеки. И я типа такой, окей. Так. А чём ещё она тебя просила? О, хорошо. После этого она собрала обе наши семьи вместе на вечеринку лучших друзей. И я типа такой, окей. Вечеринка друзей? Там мой кот тряхнула собаку. Это типа как... Ну то есть это было типа как праздничная церемония? Но для собаки нет. Да? Нет. А ты был в костюме? Да. И? Она надела это угарное пышное платье. Белое платье? Да. Как ты узнал? Даже не знаю. Эй, а вы, ребята, когда-нибудь... Ну, вы типа... Ну вы как бы... Бум-бум? О, ну если ты не подписан на нас... Мы с ней друзья с бонусами. Кстати, подписывайся на наш онлифанс. Ну то есть вы спите в одной кровати и всё такое? Кстати, да. Мы сэкономили на покупке второй кровати. А ещё? Две комнаты остались свободными для её детей. Детей? Да. У неё два спиногрыза. А они были у неё до того, как она начала жить с тобой? Или появились после? К сожалению, да. Они появились через год где-то после нашей дружественной вечеринки. И, знаешь, ещё... Что? Она заставила меня отправиться с ней в больницу и смотреть, как она рожает. Я сказал, что я занят, но она сильней. Фу. Чеснок мне, ебать, Роу, я думаю, ты женат. С детьми! Что? У тебя была девушка. Подруга. Вы съехались. Ну было. И предложение было. Не. Потом ваша церемония. Скорее, какая церемония. Вы теребонькаетесь. Немного. И потом она родила твоих детей. Чувак, ты женат, и у тебя дети. Поздравляю! Ты тут? Тебе... Тебе, может, водички попить или что-нибудь? Или... Может, хочешь позвонить жене? Я тогда, наверное, пойду найду Адама. Если он не занят поджём. Поздравляю, Амба. Бля... Собран грибочек. Грибочек, жаль, что не пёчек. Спасибо. Да мне не сложно. Я тут рядом была. Да я видела, ты на грибы орала. Подожди. Посмотри. Ты... Фемка. Фемка! О, ничего себе, скажи, какие мужики козлы, какие они козлы. Я вот подумаю себе хер на руке нарастить. Ого, кардинально, но я пока огурцами обхожусь. Было, да. Подожди, а ты сейчас свободна, есть идея? Конечно, я думаю, одна. Запиши адрес. Распримите мне кудри. Ха. О, мужик, чтобы он сдох. Стоп. Так я не понял, вы девушки или фемки? Да. О, хо-хо-хо. Окей. У меня всего один вопрос тогда. Спрашивай, сдохни уже. Почему никто из вас еще не сосет? Ау. Ай. О, лицарь смерти, я так рада видеть тебя Заткнись Как дела у тебя? Все норм А что-то ты не огурцом Я выжигал землю демоническим огнем Я унижал невинных петушаственников, вымывался их кровью Я исполнил свое предназначение Вишь, уровень сотка Ну так это ж хорошо, разве нет? Да, это имбаный бог Да, теперь я скучать Я шатаюсь без дела, убиваю рандомных нытиков Видишь, бог мне Ну, ты мог завершить свое предназначение Но есть еще много навыков, которые можно освоить Типа шо? Ну прежде всего, у тебя дыра на плаще, долбач Ого, как боги Не говори глупостей, мы зашьем ее Пойдем со мной Ну ладно Принят побочный квест Тут все просто Не погнешь мне иголку, я тебя не ушатаю Освоен навык шитье Хоть жопу вытирай Конечно, это тоже Спасибо Теперь шо? О, старый друг, Буйок Здравствуйте Мне нужна рыба, приготовить ужин Иди с Буйком, наловите Ребешку за жабрешку, не? Хрен с тобой Здравствуйте Ребешку за жабрешку, не? Здравствуйте Здравствуйте Освоен навык рыбалка Невероятный улов, рыцарь смерти Это прям имба на эпох Ты уже пробовал плащ? Нет Ну потом посрешь Идем готовить Нормас Неси приправки Имба О нет Бандиты напали на Светловесенск Рыцарь смерти Ты должен остановить их Рыцарь У тебя забор? Нет, все хорошо, исходил Ты снова Показала мне, как прекрасна Жизнь вонючей челяди Я больше не хочу убивать и разрушать Теперь Я хочу жить О, я так горжусь тобой Да похер Ну, если сейчас ты ничего не сделаешь Бандиты убьют всех Светловесенск И включая меня Так что... Ладушки Я снова убивать Ради тебя Вот спасибо Я испортил свой любимый фартушек Так даже лучше Рыцарь смерти, спасибо На хлеб не намажешь Так, а... Что ты хочешь? Я хочу научиться Вышивать воротники Пушка петарда Пойдем Пойдем Роуэн, там покупатели держатся в зале Давай быстрее Нормас Да что ты делаешь? Я первый увидел Да досылать ты Я взял первый Лучше отпусти просто Отпусти Я предупреждаю Что же здесь происходит? Я пытаюсь Зачем? Флешка петяну Хороший вопрос Адам, ты знаешь, что делать Делаем ставки, народ Делаем ставки Ставра свои премьники Доброе датова Двадцать боксов Дух черевое говно Бойцы, сойдитесь в центре Здесь нет камер У меня условка Бумага, ножницы, говно На три Один Два Три Тусы Вот говно Да Поздравляем болезому бородачу Выбирай оружие Что? Как? А у меня будет оружие? Скирали, ты проиграл Я опечален Стой, что я слышу Отходим за им Ага, слух хороший Наш ответ на скудочлене Боец один, ты готов? Да Боец два, ты готов? Рай Хаджимэ Да Выбей мочко Боли, говно Да Нападай У меня встал Нахуй Пойдешь Раунд три Ебас Спасибо Не души Не души Не души Не души Боли 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 Прости его Давай Финальный раунд Боли Принеси ты его в бороду Да Еще нахуй Левая Не Новый чемпион Лысый бородач Нормальный замес Поздравляю Нормаль Спасибо Вот твой выигрыш. Спасибо. Все молодцы. Пройдёмте на кассу, мистер. Ну, ёп. Итак, с вас 3,99. Да! С вытеком, будьте готовы. Оу, не хватает средств. Ждём. Ждём, походь. Давай. Давай нам всё бабло. Мы глядем тебя. Ой, да что бы вы усрялись, заколебали уже. Чакобс. Заголь. Мы его удовольствовали. Да. Да. Эй. А? Что? Давай всё бабло сюда. Или ухлопаду тебя. Я не хочу быть гроботнутым. Но ты тогда карманы расчехляй. Да. Нет. Давай сюда бабло, или ухлопаду тебя. А, ладно. Да, хроботнул. Эй. Давай сюда всё бабло, или я хработну тебя Но я не хочу быть хработнутым Да ты тогда карманы-то расчехляй Нет Давай сюда бабло, или я хработну тебя Да, да, да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эй, давай сюда своё бабло, или я храпотну тебя. И шо? Я не хочу быть храпотнутым. Да ты карманы-то расчекляй тогда. Нет. Давай сюда бабло, или я как храпотну тебя. Да. Хе-хе-хе. Эй, все. Давай сюда бабло, или я храпотну тебя. Эй, эй, вы шо творите? Что, 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 где? Стою я себе кемарю в тенёчке. И снятся мне отборные овцы. А вы, как я понимаю, грабите друг друга? Ну да, потому что у него моё бабло. Это моё бабло. Давай сюда, с бабло, или я храпотну тебя. Так, ну стоп, вы шо, не понимаете? Вы чё творите? Я ничего не творю, я просто храпожу. Эй, давай сюда бабло, или я храпотну тебя. Но почему бы вам не поделить золото? Вы разделите золото. Делится? Моим золотом? Это моё золото. Давай сюда бабло, или я храпотну тебя. Я не хочу. Алё! Гараж! Вы ведь напарники в своём деле, правильно? Да, ну да. Вы же грабите людей вместе, так? Вместе храпотну тебя. Так может вам делиться баблом? Моим баблом? Это моё бабло. Это моё бабло. Это моё бабло. Хватит. Давай сюда бабло или я храпотну тебя. Так, заебали, короче. А ну дайте сюда. Х bedeutet... Эй, эй! Эй. Эй! Эй! Эй, эй, эй. Эй, эй! Эй, эй! Оспокоились. Эй. А теперь слушайте. Капиш Ge- recovering? Я медленно. Бабло. Достаю. Спокойно. Теперь мы можем не спеша разделить золото поровну. Видите, и все счастливы. Проблема решена. Эй, донись за бабло, или я хлопну тебя. Но я не хочу быть хлопотным. Найдите карманы сразу, а я тогда... Нет, будешь говно. Добавь за бабло, или я хлопну тебя. Добрый день, сэр, чем вам помочь? Добрый день. Я просто хотел уточнить, а правда, что у вас есть политика 100% удовлетворения покупателя? Да, Горгаржет гарантирует удовлетворение покупателя без неуместных проникновений. Да вы что? А вот если нет? Если вы не удовлетворены на 100% нашим ассортиментом, будет скидка 10% на следующую покупку. Нормас. Интересно. Звучит неплохо. Да. Но это я так, просто для друга спросил. А мне вообще нужна мышка. Как вы думаете, вы сможете удовлетворить мои потребности? Конечно, мы удовлетворим вашу потребность, но помните, без дополнительных проникновений. Нет, спасибо. Мне просто нужна мышка по размеру. Что ж, хорошо, хорошо. У нас очень большой выбор мышек. Да вы что? И вы уверены, что у вас есть мышка мне по размеру? Да, конечно. Пойдёмте выбирать. Да ты шо? Ну, пойдём. Славненько, вот мы на месте. А вот наш выбор мышек. О, я уже вижу, здесь нет мышки мне по размеру. Как? Даже высорим Экстра Элит? Там колёсико с кучеряшками. Да ну, ясное дело, у меня уже есть такая. И она точно не моего размера. А что, есть ещё где мышки посмотреть? Или... Ну, вы даже не открыли коробку. Может, она вам подходит? Извини, ты шо, долбач? Нет. А я долбач? Нет. Ну, кто-то же здесь явный долбач. Очевидно же, что эта мышка не моего размера. А как насчёт фазеревых 69 со встроенной плойкой? Это очень большая мышка. Вот обидно. Увидели кучерявого и сразу мышку с плойкой впаривать? А кучели-то у меня натуральные. Услышьте меня! Мне нужна мышка моего размера, а не это миниатюрное говно. Э-э-э, извините, я так волнуюсь. Я боюсь, сейчас разнуюсь. Да не поможет здесь твоё нытьё. Мне просто нужна мышка, чтобы моего размера, вот такой вышины. Ёба-но. То есть вы имеете в виду мышку 180 сантиметров? Это типа как с Человека-Росом? Спасибо. Наконец-то вы услышали меня. Простите, но я думаю, таких не существует. Вау, 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 стопэ, стоп. Значит, ростовая дискриминация. Вау, вау. Нет-нет, Шпала Лайфс Мэттерс, просто у нас нет таких мышек. Шах и мат мой дующий друг. Итак, я бы хотел официально заявить, что я не удовлетворён вашим ассортиментом. Что происходит? Да, Алан, наш Таре знакомый здесь, и он ищет мышку, которая была бы его размером, ну типа от пяток до кучеряшек. Да, и я хочу, чтобы вы оба знали, что я не удовлетворён вашим ассортиментом. Это шо? Это человекоразмерная мышь, вот выкуся-накуся тэк. Вау. Ага. Обалдеть, но ты... Да. Подходит? Нет, да, супер, спасибо. Но, ой, дело вот в чём. Я забыл сказать, что мой терапевт посоветовал мне оранжевую с розовым. И светящимся колёсиком. Вот. Ха. Только посмотри, оранжевая с розовым и светящаяся колёсико. Кто бы мог подумать, как такое угадать? О, да, это то, что надо. Это, ой, я ведь почти. Но, к сожалению, не хочется быть трудным покупателем, но мне нужна такая мышка, эм, которая, ну, охлаждала бы помещение. Так что... Ёбаный гебастус. Ну, то есть, каковы шансы вообще? Да. Это просто... Да. Мыша с кондиционером, которая моего размера, которая оранжевая с розовым колёсиком и светится. Это обалдеть! Огромная такая. Пройдёмте кассе для оплаты. Ага. Да, супер. Супер. Обосраться. 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 Да. Еб***ь. Супер. Обосраться. Итак, с вас всего лишь 149 999 рублей. Вау. Вау, это вся бабушка на пенсии. Да. Но ведь это в точности то, что я искал. Что ж. Просто вставьте карточку. Хорошо, что ж. Сука. Да, сегодня разговор дома будет. Да, оплата прошла, деньги списаны. Да. Замечательно, мышка ваша. Спасибо. Бабушке привет. Да. Тяжёлый коробец. Откуда ты знал? Я хорошо изучил, кучеревое говно. Вы теперь удовлетворены? Да, да. На все. Сто процентов. А ваши штаны чистые продаются? Шо, бро, ты не обижаешься? Не. Да? Я же был в огне. Вы хотели помочь, поэтому... Обосрали меня толпой. И обосрали. Где Бен? Я ещё лутаюсь тут. Эй, Бен. Синька приближается, поспеши. Вы, ребят, ребят, выйдите вперёд, я догоню. Хорошо, бро, давай, удачи. Мне удача не нужна. А вот Энергач мне не помешает. Так, всё и началось. Всего одна маленькая баночка. Я застрял в синей зоне. Я нуждался в нём. Просто мне нужно было время полутаться. Но, конечно, очень скоро Энергач заканчивался. И мне нужен был ещё один. И ещё один. И так бесконечно. Вскоре я не мог думать ни о чём другом. Я уже даже не искал лут. Мне нужно было одно. Ещё один Энергач. Но скоро я даже не понял, как. Энергача уже было мало. Нужно было что-то забористее. Поначалу это было даже логичным. Это же лекарства. Они полезны для меня. Они нужны мне. Они ведь нужны просто, чтобы вернуться в безопасную зону. Но зона уже не была безопасной. А синяя зона давила сильней. И всё, о чём я мог думать. Мои таблитосики. К тому моменту, мои товарищи были давно мертвы. Остывали в луже холодной крови. Их крики разносили с эхом по голосовому чату. Синяя зона поедала меня изнутри. И таблитосы уже не помогали. Нужно было что-то посильнее. На одно сладкое мгновение вся боль от синей зоны уходила. Боль заменяли улыбки на лицах моих товарищей. Мои верные туповатые орлята ушли в небытие. Я присоединюсь к ним очень скоро. Нет! Я не готов так уйти! Это всё не может быть просто так пустую. Синяя зона сильна. Но я сильнее. Я не обращал внимания на боль. Хотя кроме боли ничего не было. А потом... Вот он. Финальный круг. Я был так близок к победе. Я чувствовал её вкус. Но ничего не осталось. Ни энергача. Ни таблитосов. Меня ничто не спасёт. И вот тогда я усвоил главный урок. Я думал, что я другой. Я думал, что я особенный. Но в конце концов... Синяя зона всегда побеждает. Шо, чо? Умер в синей зоне! Вот говнятина! Ну и тухлый же куриный обед. Эй, братан, не ширяйся, ок? Ребята, у вас есть подписка? Может быть, есть подписка или лайк? Может, на телеграм подписка? Подписывайтесь на телеграм, но ушляться ноль, которые не надо. Всего один лайк. У них есть лайк. Всего один лайк. Ну поставь лайк. Пожалуйста, скажите, что у вас есть лайк. И телеграм вот. Пожалуйста.